И всем привет ребят, с мастер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, сегодня вместе с вами мы обсудим очень важную вещь, которая с сегодняшнего дня, именно с момента обновления ребаланса дронов, в пятницу, 14 апреля, появилась в нашей замечательной игре. И сегодня речь пойдет про микропрокачки, про улучшения, про все что связано с ними, ведь у нас появилась очень неприятная ситуация, скам, ну либо просто проблема, которая бьет по кристальным сбережениям игроков. В каком виде, каким образом, обо всем этом, сегодня вместе с вами мы поговорим, ну а если вы хотите, чтобы это как-то хоть компенсировалось, то обязательно поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на этот замечательный канал, ну и не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч танкойнов по моему личному тегу, чтобы поучаствовать в нем. Все, устанавливайте мой личный тег создателя контента, тактимп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Неспроста я сегодня нахожусь на мегадонатном аккаунте, именно на этом аккаунте у меня есть вооружения, которые полностью прокачаны в определенных модификациях, именно с ними я могу показать одну очень интересную вещь. А именно, например, у меня прокачан корпус арес на 5 из 10 шагов, то есть он по сути полностью у меня качан, и еще вчера я его мог получить за 0 кристаллов МК6. Сегодня же, чтобы получить МК6 версию, мне нужно заплатить полную стоимость. И то, что я прокачивал все это дело, это абсолютно без разницы. Ведь мне нужно заплатить полную стоимость, чтобы приобрести следующую модификацию. И такая ситуация была у безумно большого количества игроков на плюс-минус таких званиях. Понятное дело, что если у вас звания маршал и выше, то у вас этих проблем нету. Да, и в принципе, с точки зрения маршала и выше, это обновление просто нереально плюсовое и выгодное, супер выгодное. Но для всех мультов, для всех небольших званий, для любых званий меньше маршала, это обновление столкнулось вот с такими вот проблемами. Когда вы могли прокачать вооружение до определенной модификации, но при этом, после выхода сегодняшнего обновления, вы вынуждены тратить полную стоимость, чтобы приобрести следующую модификацию. Это безумно большая трата дополнительных кристаллов, плюс вы прокачивали вооружение, например, без скидок, например, там, либо даже со скидками, с ускорениями. Вы потратили солидное количество кристаллов и теперь должны сверху еще заплатить полную стоимость следующей модификации. То есть вы, получается, в 2, а то и в 2,5 раза больше заплатили кристаллов за следующую модификацию. И, что самое главное, были у нас подобного рода обновления раньше, да, и когда выходила эта обнова, у всех тех игроков, у которых была вот, например, такая ситуация, им просто давали следующую модификацию. То есть, например, в моем понимании, сегодня вот мой паладин и арес должен был просто стать МК-6, да. И тогда бы у меня и у игроков не было бы никаких вопросов, при том, что у нас раньше это уже происходило, и раньше подобного рода обновления именно так и завершались. Но сегодня мы видим следующую картину, которая, с моей точки зрения, выглядит максимально скамерски и требует компенсации, либо же прокачку этих вооружений всем игрокам, кто столкнулись с подобной ситуацией. Потому что они потратили безумно, повторюсь, большое количество кристаллов на все эти прокачки и выкатить в четверг анонс и в пятницу вывести просто обновление, не возместив абсолютно ничего, я считаю абсолютно, абсолютно неправильным решением с точки зрения разработчиков, да. И, ну я с этим точно не могу никак согласиться, потому что если я прокачал фулл, фулл уже, да, и еще вчера мог это получить за 0 кристаллов, следующую модификацию, то сегодня платить полную стоимость, я считаю, что это абсолютно неправильно, да. Я могу согласиться с тем, что, например, полную стоимость должны будут платить те игроки, которые с сегодняшнего дня сделают эти прокачки, но никак те игроки, которые на протяжении долгого периода времени прокачивали это все, знали, что они получат следующую модификацию за 0 кристаллов, я своего без донат аккаунта полностью на этой все вещи прокачал, да. Все вооружения на маленьких званиях я прокачивал именно по такой же самой логике. И сегодня они просто должны платить полную стоимость. Я считаю, что это абсолютно неправильно, абсолютно неправильно. И что самое главное, в чем тогда вообще смысл прокачки не МК седьмого вооружения? В чем смысл? Окей, ты прокачиваешь, например, при звании вооружения и дальше при получении нового звания полную стоимость платишь? Тогда для чего это МПК? Тогда МПК должно остаться только лишь на МК седьмых вооружениях? Для чего микропрокачки на других вооружениях? Ну, я имею ввиду на других модификациях. Я считаю, что они тогда вообще абсолютно не нужны. Иначе это выглядит прям мега скамово. И... Как вещь, за которую должны платить в 2, а то и в 2,5 раз больше. Я, честно, не понимаю этого. И очень сильно надеюсь, что мы вместе с вами сможем продвинуть этот видеоролик. Ведь в моем понимании это, ну, довольно серьезная проблема. Да, потому что безумно большое количество игроков, повторюсь, потеряло очень большое количество сбережения кристаллов. И будут вынуждены покупать все это дело, да. И... В моем понимании мы либо должны сделать... Вернее, не мы, а разработчики должны сделать компенсацию всем игрокам за эту тему, да. Либо же просто перевести на следующую модификацию, как это было раньше. Я считаю, что в этом нет ничего сложного. Если еще учитывать тот факт, что раньше, то раньше это уже делали. То почему нельзя было сделать это сейчас? Потому что иначе... Количество потраченных кристаллов игроками... Будет безумно большим. Ну и, с моей точки зрения, абсолютно несправедливым. Ведь на протяжении супер длительного периода времени вся эта вещь была доступна за ноль кристаллов. И сделать просто обновление с анонсом и на следующий день выкатить такую обнову, да, с вооружением. При том, что об этом никто не говорил. Да, была информация о том, что будет микропрокачки и ускорение полностью удаляют. Но никто в видеоблоге не сказал о том, что, например, у тех игроков, у которых полная качка, будет такая проблема. Да. Никто заранее не предупредил об этом. Никто заранее об этом ничего вообще не сказал. И поэтому видеть такую ситуацию на сегодняшний день максимально грустно всем игрокам, которые... С моей точки зрения даже прокачивали грамотно аккаунт, да. Потому что я сам записывал видосы по бездонату и говорил, что так делать правильно, так делать выгодно. Ты просто делаешь фулл качку, играешь на вооружение уже с полностью прокаченным, как будто следующим модификацией, получаешь звание, получаешь за ноль кристаллов следующую модификацию, опять ее вкачиваешь и опять при получении новой звонки получаешь бесплатную модификацию. Поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу. Я очень, очень сильно надеюсь, что мы вместе с вами сможем продвинуть эту тему, продвинуть этот видеоролик. И по этому поводу Орех пересмотрит всю эту ситуацию, да. Я знаю, что он будет смотреть этот видос и очень сильно надеюсь, что задумается насчет этой вещи, потому что количество потраченных кристаллов игроками в этом случае очень сильно решает, да. И есть игроки, которые полностью работают по этой схеме прокачки и на сегодняшний день будут вынуждены тратить дополнительно безумно большое количество кристаллов. Я могу принять начало этой обновы с сегодняшнего дня, но все те игроки, которые до сегодняшнего дня все это дело прокачали, они должны получить просто следующие модификации, ведь кристаллы-то они уже все потратили. И перевести все это дело на следующую модификацию, я считаю, что не составит никакого труда, повторюсь, потому что это уже делалось и даже делалось не раз. Просто переходка на следующую модификацию. Обязательно поддержите данное видос лайком, если согласны с моей точкой зрения. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Давайте постараемся максимально продвинуть этот видеоролик. Подписывайтесь на канал, не забывайте про розыгрыш на 2 миллиона кристаллов, на 300 тысяч танкоинов. Но с вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!